Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом седьмой. В греческом заголовке седьмого псалма стоят слова «Псалом Давиду». За словами русского перевода «плачевная песнь» стоит термин, обозначающий какой-то особый вид молитвы, который исполнялся за богослужением. Этот термин встречается всего дважды в Священном Писании. Его этимологии до конца непонятно, что это за плачевная песнь. Нам также до конца неясно, что это за хуса из племени Вениаминова. Колено Вениамина, из которого произошел царь Саул, неоднократно создавало проблему царю Давиду. Может быть, здесь кто-то проведет параллели со случаем, когда самей сын Геры из дома Саула шел и злословил Давида, бросая в его сторону камни и пыль. У святителя Афанасия Александрийского и у блаженного Феодрита Кирского проводятся параллели с неким хусой, который угодил Давиду в том, что он, отправившись к Авессалому, разрушил нечестивый замысел Ахитофела. По-другому остановил Авессалому от преждевременного мятежа. Но, тем не менее, поскольку тот слово хуса, которое встречается в этом псалме, не имеет буквальных параллелей с историческими книгами Ветхого Завета, мы можем только догадываться о том, каковы были детали происшедших событий. В то же время, сама идея обращения к Богу за правосудием, вынесением вердикта между спорящими сторонами, имеет параллели между седьмым псалмом и другими текстами Библии. Процитирую из Третьей книги Царств. «Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой и в храм сей, тогда ты услышишь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложи поступок его на голову его и оправдай правого, воздав ему по правде его». Убежденный, что преследуется несправедливо гонителями, автор псалма идет к месту совершения суда Богом и уверенно заявляет о своей невиновности. Он ждет оправдания от небесного судьи. И мести своим врагам. Он твердо верит в правосудие Божие. И поэтому завершает псалом словословием Господа Всевышнего. Хотя этот псалом достаточно пространный, но в нем повторяются одни и те же идеи, связанные с неким судом, где Бог предстает нам как правосудный вершитель судьбы двух спорящих сторон. С одной стороны, самого псалмопевца, который утверждает свою невиновность пред Богом. С другой стороны, те, которые ему противостоят. Первые стихи, второй и третий данного псалма описывают человека, находящегося в отчаянном положении. Его преследуют враги. Образное сравнение со львом, который растерзывает свою жертву, встречается и в других псалмах. Отчаявшись в любой человеческой защите, автор псалма возлагает единственную надежду на прибежище в Господе. Подобные образы повторяются в начале и других псалмов. От Бога спасти и избавить Его. Он надеется, что Его убежденность вполне обоснована, поскольку коренится в особых духовных отношениях с Богом, которые занимают центральное место в Его жизни. Он неоднократно обращается к Богу со словами «Господи Божий мой, перед нами небезразличный Богу человек, не случайный захожанин храма, но человек, который отчаянно к Богу обращается за помощью, когда жизнь его пошла наперекосяк. Это человек, который уже имеет опыт общения с Богом, и поэтому он дерзновенно утверждает «Мой Бог». «Боже мой!» Этот псалом можно также разделить на некоторые условные части. Четвертый, шестой стихи. В этих словах «Господи Божий мой, если есть какая-то неправда в руках моих», звучит некое утверждение невинности. «Я не виновен». А далее мы видим словно некую торжественную клятву. «Если я лжу, то пусть мне будет то-то и то-то. Но если я не лгу, то тогда пусть мне следует то-то и то-то». Такой характерный образ клятвы мы встречаем и в других местах. Некоторые параллели есть и в 31 главе книги Иова. Итак, перед нами некая клятва или торжественное заверение в своей невиновности, которое предполагает от Бога соответствующую реакцию. «Если я таков, то и ты будь ко мне таким же». Вполне возможно, что это торжественное утверждение, сказанное в храме, сопровождалось каким-то ритуалом. В частности, похожий ритуал мы можем встретить в 26-м псалме. «Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать себя чудеса твоя». Некий символический ритуал, который сопровождал утверждение личной невинности, мы встречаем и в действиях старцев во второзаконии. Более того, даже Пилат по Евангелию от Матфея, утверждая свою невинность, умывает руки перед предстоящим ему народом. Итак, псалмафеец выступает как жертва, невинно пострадавший. Его дискредитируют в глазах народа. И он перед лицом Бога пытается доказать свою правоту. В 4-м, 6-м стихах мы видим, что он готов пойти на некий риск. Звучит некая авантюра. Он словно рискует жизнью, душой, жизнью и честью. Перед лицом общества. «Пусть преследует меня враг, пусть втопчет в землю, пусть славу мою повернет в прах». Это очень сильное утверждение, которое предполагает, что автор псалма на 100% уверен в своей правоте. 7-й, 9-й стихи. Начинается следующая часть со словами «восстань». Поднимись, призыв к Богу. И здесь мы уже видим образ самого Бога во всей его красе, торжественности и величии. Бог призывается судить в правде и в гневе. К нему обращается псалмопевец со словами «Мой Бог», «Боже мой». Мы видим характерный образ судьи, который не только поднимается на высоту, который не только окружается каким-то своим ближайшим окружением из слух или людей ему близких. Из слов 8-го псалма мы видим, что тот суд, о котором идет речь, это нечто большее, чем совершение правосудия над двумя спорящими частными лицами. Господь судит народы. Дело, которое Давид представляет Тверцу, большее, чем какая-то личная обида. Адресация к Богу как к судье народов говорит нам о том, что какое-то грандиозное, несправедливое дело совершается. Мы можем сказать о том, что у данного псалма есть параллели с 121, где заявляется, что Бог не дремлет и не спит, хранящий Израиль. Мы видим, что псалмопевец кричит, взывает к Богу, «Пробудись, что ты спишь?» И этот образ восстающегося, пробуждающегося судьи нам намекает еще на один псалом, 43-й. «Восстань, Господи! Что спишь? Пробудись! Не отринь навсегда! Для чего ты скрываешь свое лицо? Забываешь скорбь нашу и угнетение наше!» Эти слова «пробудись» не говорят о том, что Бог спал и не видел, что совершается, что Бог как будто бы не видит той несправедливости, жестокости и насилия, которое совершается на земле. Эти слова «восстань», «пробудись» являются еще и тонкими параллелями с тем образом, очень художественным, который судится в других псалмах, когда Господь, совершая свой суд, подобен пробудившемуся от похмелья, когда Он, опрокидывая чашу, словно в порыве ярости, бросая ее на землю, Он встает как бы шумен от вина, когда Господь начинает наводить порядок, все начинают это ощущать на себе. Десятый, двенадцатый стихи. Перед нами судебная тяжба. И тем не менее, псалмопевец верит, он утверждает эту веру, что Бог его щит. Бог праведный судья по двенадцатому стиху. Бог реагирует в негодовании на зло в любой форме. Тринадцатый, семнадцатый стихи. Эти слова, сказанные в следующем фрагменте, могут быть самым разным образом интерпретированы. Перед нами лук, перед нами меч. Бог не просто сказавший свой вердикт. Бог совершает правосудие. Он достает меч из ножен, Он натягивает тетиву. Он крушит, участвует в битве, уничтожает, разрушает не просто замыслы, но и самих врагов. В буквальном смысле слова. Но эти же слова, которые сказаны далее в описании врагов, вот нечестивый, защал неправду, был чрева злобую, и родил себе ложь, могут быть интерпретированы и в переносном смысле слова. Нередко у святых отцов. Мы видим также указание в этих словах некое развитие помысла, которое приводит козлу. Перед нами образ беременной женщины. Она зачинает, она беременна, она рождает. Вот так и у аскетов египетской пустыни мы видим развивается добрый или худой помысл в уме человека. Сначала он порождается. Человек рождает какой-то помысл, добрый или злой. Потом его вынашивает, с ним ходит, живет, о нем размышляет, собирает дополнительную информацию в его пользу. И, наконец, этот помысел становится делом. Он рождается, является на свет или в виде произнесенного слова, или в виде совершенного поступка. В стихе 16 мы видим символ, образное выражение, которое служит назиданием для мудрых. Рыл ров нечестивый, выкопал и упал в яму. Также трехчастный параллелизм. Как злоба сначала зачинается, вынашивается, рождается, так и последствия этой злобы. Не Бог наказывает грешного человека. Он сам попадает в свои сети. Он попадает в ту же яму, которую сам и вырыл. Вот он рыл ров, углубил его и упал в него. Мы видим здесь параллель с другой книгой мудрости, с книгой притч. Рыл ров, выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на голову его, и злодейство его упадет на теме его. 18 стих, заключительный стих данного псалма. В нем мы видим словословие Божие. Упоминается имя Божие. Пою имени Господа Всевышнего. Этим утверждается слава Божия. Этим утверждается честь Божия. В самом последнем слове данного псалма современные ученые видят параллель с очень древней традицией, с ханаанской религиозной традицией, восходящей к допленному периоду. В оригинальном еврейском тексте употребляется слово Эльон. В литургических ханаанских текстах есть ему синоним слова Эль, которое также имеет свои параллели и в еврейских текстах. Э-ло-хим или Эль-шадай. Отсюда Эли-я-ху или Я, или Эли-езер Ели-езер. Эти имена, содержащие приставку Эль, теофорные, в них содержится намек на Бога. Итак, Эль, пою имени Господа Вышнего. Нам Господь здесь предстоящий, как бы окруженный пантеонов иных богов, не просто превосходящих их, но являющихся истинным Богом по сравнению с ними, которые как бы богами совсем и не являются. Подводя итоги, Бог в этом псалме опора, щит и крепость. На него уповает душа псалмопевца. Бог рассудит и совершит правосудие. Бог не просто выше и больше, чем какие-то злодеи. которые сами себе копают яму и падают в него. Бог превыше иных богов. Бог превыше всего. Бог моя защита. И Он единственный, в ком возможно мое прибежище. хитрохи, хитрохи, в конце, хитрохи, гонки, свечи. Продолжение следует...